Хочется начать цикл бесед, вернее коротких бесед, посвященных Псалтири. Ну Псалтири вообще, как некоему собранию молитвенных текстов, собранию псалмов и разбору в некотором контексте, с некоторой точки зрения некоторых псалмов. Разбирать, конечно, всю Псалтири, каждый Псалом нет таких планов, это было бы сильно долго и вряд ли возможно, особенно в условиях таких коротеньких видеофрагментов, которые предполагаются интернет-порталом КЗГТРУ. Поэтому, ну все-таки как-то вообще о Псалтири и о Псалмах хотелось бы поговорить. И некоторые, может быть, принципиальные вопросы, связанные с этой книгой, сетить. Быть может, это кому-то поможет глубже понять то, чем он уже занимается, читая Псалтирь. Может, кого-то это заинтересует, и он захочет открыть для себя эту книгу. Может быть, кто-то просто изменит отношение к этой книге, понимая, что раньше он не понимал, насколько это важно, интересно и глубоко. Наверное, все-таки важно. Но с чего хотелось бы начать разговор? Конечно, самый простой тезис, самое простое высказывание, связанное с Псалтирию, это утверждение о том, что в Псалтирии есть книга молитв. Так принято считать, так, в общем-то, человек, знающий о том, что есть эта книга, он так примерно и считает. Но на самом деле, если мы начнем таки читать Псалтирь, мы увидим, что это не совсем так. Потому что кроме таких текстов, которые, несомненно, можно назвать молитвой, то есть они содержат всю структуру молитвы, то есть обращение к Богу и даже конечное словословие, или даже конечное «Аминь», есть такие Псалмы. Кроме этих Псалмов, совершенно определенно подобных молитвей, производящих в душе человека молитву, есть. И много-много Псалмов, которые молитвой, ну, вроде в строгом смысле никак не являются. То есть там нет обращения, там нет, собственно, того, что делало бы молитву этот текст молитвенным обращением. И человек, когда начинает вот именно с молитвенной точки зрения обращаться в Псалтире, он теряется. То есть, а как это, ну, прочитать-то может каждый, если читать умеет. А как, что, что делать, то, что чувствовать, что переживать, читая, например, 118-й Псалом. Или, например, Псалом, который вроде начинается как молитва с благословения Божьего. Вот, но по сути молитвы с трудом можно назвать как 103-й Псалом. Или 1-й Псалом, или такие Псалмы, как 14-й Псалом, 23-й Псалом, 22-й Псалом, где непосредственно молитвы даже не начинаются. А где есть некий, скорее, некое поэтическое произведение, о чем-то рассказывающее, что-то открывающее. Да, оно не назидательное в нашем смысле слова, это не абзацы закона Божьего. Но, тем не менее, это некая, скажем так, взятая из закона Божьего тезис, который можно прочитать с интересом. Можно захватить его сердцем. Вроде обращается он не только к кому, но это примерно то же самое, что делают порой стихи. Не всегда, но порой они делают такое. То есть, вроде бы, скажем, отцы пустынники и жены непорочны. Как стих Пушкина о молитве Ефрема Сирина. Вот он побуждает и передает эту молитву, но в таком поэтическом выражении. Так что дух человеческий захватывается. И вот в целом, как относиться к разным псалмам этой книги, которые не являются напрямую, не связаны напрямую с обращением к Богу. Напрямую с тем молитвенным действием, которое мы привыкли переживать, когда берем молитвенный текст, молитвенник или молитвослов. Дух святой обладает интересным воздействием. Оказывает интересное воздействие на душу человеческую. Он, как начинает, как говорится об этом, в самом первой главе книги Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля жила безвидно и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот он оживотворяет своим дыханием воды, мертвые воды материи, и появляется жизнь, появляется красота. Он вдохновляет и рождается красота. Он не конструктор, он поэт. Именно это слово используется в септуагинте, чтобы обозначить творческий акт, который производит Святой Дух. Или, например, обратимся к самой Псалтире. Самый первый Псалом говорит интересные такие вещи. Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, который делает то-то, 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 то-то. И дальше вот этот вот хороший, благочестивый, такой правильный человек. Он подобен дереву, посаженному у водных потоков, который цветет и который плодоносит. Вода – это в Священном Писании всегда некое олицетворение, некая метафора, некий образ жизненной силы Святаго Духа. Вспомним хотя бы то, что говорит Христос, кто верует в Меня, у того из чрева потекут потоки воды живой. И вот эти вот потоки живой воды, они орошают человека благочестивого, и он становится подобен несовершенному изваянию, несовершенной статуе, сделанной проксителем или поликлетом, а подобен живому дереву, зеленому, шумному, плодоносящему. Вот Дух Святой всегда, все, что касается, с нашей точки зрения, правильности и праведности, он всегда все это превращает в нечто живое. Он животворит. И в этом смысле Дух Святой, он как источник вдохновения, не того вдохновения, которое порой посещает писатель, или поэта, художника, или музыканта, композитора. Это не просто вдохновение, хотя часто это действие, которое оказывает Дух Святой на душу человеческую, воспринимается как вдохновение. Но мы попробуем в этом разобраться глубже, полнее. Дух Святой, касаясь тварного нечто, он производит красоту совершенную, он производит некое совершенное действие, принося плод жизни, не только плод правды, или истины, или правильности, он приносит плод жизни. Когда Дух Святой касается человеческого сердца, и это сердце начинает говорить или петь, эти слова, которые рождаются в сердце человеческом под воздействием Святого Духа, они становятся, естественно, богодухновенными, но они становятся разными, они могут обречены быть к Богу, к Богу Отцу, они могут говорить, прославлять Творца, они могут описывать пути Творца в этом мире, они могут восхищаться тем, как спасает Бог человека, они могут изумляться в глубине снисхождения Христа в человеку, они могут говорить о том, как устроена Вселенная, как сложено бытие, так или иначе, Дух Святой, касаясь сердца человека, может воспевать разные моменты творения, разные моменты промысла, разные моменты спасения человека навсегда, это так или иначе свидетельство о Боге, прославление к Богу, восхищение сердца к Богу, или простое действие, более нам понятное, как молитва. И это не просто вдохновение, которое случается с поэтами, это такое действие Духа Святаго на человек, при котором происходит осознанное вручение себя в руки Бога, и в момент этого вручения человека в руки Бога происходит осознание путей Божественных в этом мире, которое это осознание, это переживание, как бы озарение, откровение путей Божьих в мире, оно рождает некую песнь мудрости, песнь хвалы, песнь плача, песнь сокрушения, песнь размышления, но так или иначе это всегда связано не в отношении, не только, вот скажем, не только с точки зрения, как бы, вот, нотации этических размышлений, но с точки зрения именно переживания, восхищения, даже если это размышления о нравственности, это всегда именно точные, выверенные слова, которые рождают и стремление к этому, к этой нравственности, и удивление этой нравственности, восхищение тем, что именно так спасает человек, понимание, что так спасается человек, вот это включение всего человека в процесс который в процесс вдохновения, рождаемый Святым Духом в сердце человека, вот, что производит Псалтырь, то есть, Дух Святой оказывается как бы сам поэтом, который молчит, молчит, пока не коснется человеческого сердца, человеческое сердце начинает пить в руках Святого Духа и издавать звуки, издавать то знание, то переживание, то восхищение или плач, который вызывает Дух Святой, когда берет в руки человеческое сердце, он как бы безмолвен, пока не коснется человеческое сердце, то есть, сердце как бы арфа, Псалтырь, в руках Святого Духа, он молчит, пока не возьмет человеческое сердце, и вот он перебирает струны человеческого сердца, если бы мы были тем, кем должны быть, наверное, оно бы сразу зазвучало, но мы не то, что должны быть, мы не такие, поэтому надо настроить человеческое сердце, как музыкант настраивает домру или гитару, или то же самое арху, Псалтырь, и вот покрутив колки, настраив струны, приблизительно уверив человеческое сердце под своим под своим дыханием Дух Святой начинает исторгать, извлекать из сердца человеческого звуки, песни, и песнь плачи, и песнь восхищения, и песнь любви, и песнь печаль, и песнь размышления, и песнь откровения, но без человеческого сердца все становится, все замолкает, то есть подводя итог, скажем, вот первого прикосновения к Псалтыре, мы должны понимать, что это не просто книга, не просто книга, хотя я убежден, конечно, что в целом все откровение, вся Библия, это не просто книга, и она останется навсегда мертвой, если к ней относиться как к книге, но Псалтырь это совершенно особенная книга, не случайно названа именно так, как бы созвучно названию музыкального инструмента, а не, собственно, книги, книга как музыкальный инструмент, душа человеческая как музыкальный инструмент, или мы берем в руки Псалтырь, раскрываем ее, прикасаемся нашим сердцем к этим словам, к этим переживаниям, все оживает, наша душа становится похожей на эту самую Псалтырь, на звучащий инструмент, наше сердце плачет, или славит, размышляет, хвалит, переживает, грустит, но все это не потому, что это естественные человеческие чувства, а все это под потоком действия, действенной благодати Божьей, благодати Святого Духа, и таким образом мы, попросту говоря, как бы, постоянно обращаясь к Псалтыре, постоянно превращая свое сердце в Псалтырь, мы учимся думать, чувствовать, переживать так, как велит, учит нас Святой Дух, то есть мы учимся иметь те самые ощущения, чувства, переживания, которые внушает Дух Святой Человек, мы как бы настраиваем свою душу под непрестанное действие благодати Святого Духа, как говорится в одном из тропарей, что святые были божественным органом, беря Псалтырь, мы настраиваем с помощью Псалтыри свою душу на то, чтобы быть музыкальным инструментом в руках Святого Духа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok